Идеальное состояние двигателя салон предназначен в том числе и для людей с ограниченными возможностями автоинформатор. На предприятии в ПАПАД-1 поступила первая партия автобусов. 14 новеньких машин сегодня проверяют на техническое соответствие. В этом году на обновление муниципального автобусного парка из краевого бюджета выделили почти миллиард рублей. Практически все машины имеют низкий уровень пола для перевозки маломобильных граждан, оснащены оборудованием для пассажиров, имеющих ограничения по слуху и зрению. Часть автобусов оборудована системой мониторинга пассажиропотока. Весь транспорт отечественного производства марок ЛИАС и ПАС. Самое главное, что они соответствуют безопасности транспортного средства. И они очень удобны для пассажиров. Соответственно, и точно так же они удобны для пересеченной нашей местности городской. Поэтому эти, я так понимаю, поставщики и вышли специально на конкурс, чтобы именно во Владивостоке поставить это все автобусы. Вторая партия автобусов приедет во Владивосток в декабре. Также в планах на этот год закупка двух электробусов. На их покупку выделены средства из краевого и городского бюджетов. Кроме того, субсидия из федерального бюджета позволит уменьшить стоимость каждого электробуса на 8 миллионов рублей. На городские линии новые машины выйдут сразу, как только их примут и поставят на баланс города. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.